Алексей Викторов – кандидат медицинских наук. Нейрохирург со стажем работы более 20 лет. В 18 из них он также занимается рефлексотерапией. Работая нейрохирургом, из 10 приходящих к нам пациентов, оперировать нужно одного-двоих. Восемь остальных операций не подлежат, но продолжают болеть все-таки. В этой категории пациентов тоже нужно помогать, поэтому, будучи нейрохирургом и владеем рефлексотерапией, я могу оказать помощь более широкому кругу людей. Прием пациентов начинается с пульсовой диагностики. Как давно вы болели ковидом? В ноябре 2020. В ноябре 2020, да. В смысле, вы по пульсу определились, что я болела ковидом? Да, так как случаев много, уже у нас есть опыт, и пульс зачастую говорит об этом. Помимо постковидных изменений, у меня определили проблемы с дыханием, нарушение сна, напряжение в плечах и шеи. Все показания для иглотерапии. Так, находим точку. Сейчас, что почувствовали? Не знаю, что такое тупорик, где, не знаю, как бы тупым предметом ударили, в какую-то часть пожили. Ну, терпимо ведь. Терпимо. Терпимо. Поэтому бояться не... Ты готовилась кричать? Нет, нет. Кстати, кричать можно. Кричать громко. Иглотерапия или акупунктура – один из видов рефлексотерапии. Это ключевой компонент традиционной восточной медицины. Сейчас как? Страшно, потому что у меня игла во лбу. Какой спектр заболеваний лечится таким способом? Методами рефлексотерапии лечится очень много заболеваний. Это и кардиологические, и неврологические, гастроэнтерология, гинекология, урология. И рефлексотерапия, она себя не противопоставляет современным методам лечения. Наоборот, они взаимодополняют друг друга и действуют синергетически. Поэтому во время лечения методами рефлексотерапии можно принимать препараты, медикаменты. То есть проводится обычное лечение. Но вместе с тем она позволяет уменьшать лекарственную нагрузку. По словам врача, иглоукалывание также поможет улучшить зрение и даже внешний вид. Весь апрель в Центре восточной медицины «Жемчужина» действует акция на программу «Красота и здоровье». Цена одного сеанса составит 950 рублей.